Доброе утро, многоважаемые коллеги. Известно, что опухолевый метаболизм отличается от нормальных клеток, и опухолевые клетки даже в присутствии кислорода используют гликолиз. Этот эффект называется эффект Варбурга. Однако на сегодняшний день известно, что не всем опухолям характерен эффект Варбурга, и известно, что опухоли очень метаболически гетерогенны уже сами по себе. Также опухолевые клетки обладают метаболической пластичностью. В связи с этим энергетический метаболизм может быть использован в качестве, во-первых, мишени для противоопухолевой терапии, а во-вторых, в качестве индикатора ответа опухоли на лечение. И поэтому мы исследовали опухолевый метаболизм методами флуоресцентной микроскопии с временным разрешением по флуоресценции эндогенных флорофоров. Известно, что кофакторы на ДАШ и ФАТ участвуют в реакциях энергетического метаболизма, таких как гликолиз и экстилитное восфолиурирование, и они способны к автофлуоресценции. На рисунке формы, в которых они флуоресцируют, представлены цветом. В связи с этим их можно детектировать, и оптический метаболический имиджинг как раз-таки основан на регистрации их флуоресценции. И может быть использован в двух видах, то есть по интенсивности флуоресценции, и нам дают информацию об общей метаболической активности клетки, и по времени жизни флуоресценции. Здесь мы можем сказать, в каком состоянии находится кофактор, в связанном или в свободном. И если у нас редокс отношения ФАТ, деленный на НАДАШ, падает, а отношение связанного НАДАШ к свободному растет, то мы можем говорить, что в клетке преобладает гликолиз. Если же у нас наоборот, редокс отношения растет, а вклад свободного НАДАШ, деленный на связанный, падает, то мы можем говорить о метахондриальном дыхании. В чем плюс этого метода? Во-первых, он неинвазивный, нам не нужно никакое дополнительное окрашивание, мы смотрим только в живых клетках и никак не влияем и не убиваем клетки, то есть это совершенно безопасный для клеток метод и для организма, естественно. Как была реализована работа? Работа состоялась из трех блоков. Инвитро-исследования проводили на клетках хелиакеота ракшейки матки человека и смотрели в динамике влияние на химиопрепарат. Инвиво-исследования у нас были группы мышей, мы их лечили тремя разными препаратами, цисплатин, поклитоксил и ринтыкан, и исследовали на 7, 14, 21 день опухолевого роста. И также мы анализировали человеческие образцы послеоперационной, их свиво и раскультивировали, использовали временные культуры и уже анализировали субпопуляции опухолевых клеток. Результаты. Показаны исследования инвитро-метаболические изменения опухолевых клеток под действием химопрепаратом поклитоксила. Мы можем видеть три субпопуляции клеток. Это мертвые клетки, которые погибли в результате химиотерапии. Клетки, которые изменили свою морфологию, они превратились в такие шарики, ошарились, можно сказать, но остались живыми после химиотерапии в течение 24 часов. А также опухолевые клетки, которые не поменяли свою морфологию. Они остались такие же, как и были раньше, как и в контроле. И мы можем видеть, что во всех леченых клетках редокс отношения FAD к NADASH растет по сравнению с контролем, который не изменяется. Однако в клетках, которые в дальнейшем погибнут, изменения были наиболее выражены и ранние. И также мы видим, что по времени жизни и вкладу свободного NADASH к связанному NADASH мы видим спад во всех леченых группах, тогда как в контроле он рос. Это говорит о том, что после химиотерапии все клетки поменяли свой метаболизм. Однако в наиболее клетках, которые погибнут, в наиболее чувствительной химиотерапии данные изменения ярко выражены и протекали быстрее. Далее мы пришли к инвиво исследованиям на опухолемодели животного. И мы наблюдали, что уже на седьмой день опухолевого роста, это примерно лечение первой или второй дозы вкола препарата. Мы видели изменения, статистически значимые. Вклад свободного NADASH падал уже на седьмой день опухолевого роста. Однако по росту опухоли и по томорфологическому исследованию на этом сроке мы не видели никаких изменений и наблюдали только на 14-й день опухолевого роста. Что может говорить о том, что наш метод может быть использован в качестве раннего ответа опухоли на лечение. И хочется еще отметить, что все три препарата имеют разный механизм действия, однако изменения по метаболизму были одинаковые, направлены в одну сторону. О чем может говорить, что данный ответ универсален. Далее мы работали с опухолями пациента. И на настоящий момент разрабатываем эту методику. Данное исследование имеет два подхода. Первый подход, когда мы берем эксвивообразец и особым образом сохраняем флуоресценцию кофакторов и вклады, потому что как только мы вырезаем образец, через какое-то время на воздухе все наши вклады изменяются и уже они не соответствуют инвитроисследованиям. Все меняется. Но мы добились консервации, скажем так, данных статусов и можем говорить о том, что опухоль очень сильно метаболически гетерогенна. Однако неизвестно, с чем это связано. Это может быть как клетки сами опухолевые гетерогенные по метаболизму, так и вклад в разные значения метаболического фактора от опухолевых клеток и от фибробластов. И тогда, как после раскультивирования отдельно опухолевых клеток сверху и фибробластов, мы можем говорить о том, что у нас популяции опухолевых клеток отличаются от опухоли, ассоциированных фибробластов, этой же самой опухоли. И мы можем достоверно говорить о том, что вклад более гликолитический у нас вносит именно опухолевые клетки, а баланс в сторону метахондриального дыхания в метаболическом статусе у нас у фибробластов. В качестве выводов можно сказать, что показана возможность применения метаболического имиджинга для регистрации раннего ответа опухоли на лечение, что этот ответ универсален, и метаболический статус опухолевых клеток при химиотерапии меняется однонаправленно и не зависит от механизма препарата. Также разработана методика метаболического имиджинга в постоперационных образцах опухоли пациента X-VIVA, и данная методика может быть перспективна для анализа раннего ответа опухоли на лечение у пациентов. Спасибо за внимание.